Всех приветствую дорогие друзья, Дмитрий Флегантов на связи. Ну что, по вашим просьбам показываю сегодня работу системы ESP в плане трекшн контроля, то есть электронная имитация блокировки дифференциала. Здесь она есть, я уже это в принципе демонстрировал как-то, но поскольку возникают вопросы, нюансы, сегодня мы проведем еще один тест. Сначала я на этот холмик въеду с включенной системой ESP, а потом я отключу эту систему и посмотрим, останется ли активна функция трекшн контроля. Так, ну что, давайте тогда приступим. Как раз вот получается здесь диагоналка, заднее колесо машины вывешивается, вот это колесо будет буксовать, соответственно система будет его подтормаживать, и мы сможем заехать на этот вот пригорочек. Давайте посмотрим, как это работает. Поехали! Итак, вы видели, не сразу, но колесо подтормозилось, система сообразила, что нужно делать, и я въехал. Теперь то же самое, но с отключенной кнопочкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поджег резину немножко, как вы могли видеть. Так, ну что, сейчас попробуем еще разок. Продолжение следует... так любопытный момент вот смотрите сейчас машина не едет она буксует и система и спи отключена вот я думаю сейчас будет показательно скользкой поверхности сейчас попробую вот здесь вот въехать с отключенной системой с включенной кнопочкой все поехали а 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 Вот так вот. Так что, в принципе, могли вы убедиться, что все работает, но когда система ESP отключена с кнопочки, трекшн контроль тоже деактивирован. Вот так вот. Надеюсь, на вопрос ответил. Всем пока и до новых встреч на канале, товарищи.